Привет, зрители СтопГейм! Зовут меня Степан Михайлов. В течение следующих нескольких минут я буду вас знакомить с тем, что происходит здесь, вот за моей спиной в этой глыбе под названием «Президент-отель» в самом центре Республики Беларусь, в городе Минск, если даже интересно, на улице Кирова 18, потом можете погуглить и посмотреть. Здесь проходит интересное событие, финал третьего сезона «Голден Лиги» по игре World of Tanks. Здесь интересно, здесь очень много игроков, но и в принципе непривычно проводить такой ивент посреди города в монументальном гранитном даже где-то здании, хотя здесь здорово, интересно, ну и поверьте мне, весело. Именно в таких креслах ребята и сидят за игровыми станциями. Представляете, как бы это смотрелось? Шучу на самом деле, здесь лишний раз стоит вспомнить о величии и масштабе, но практически имперских амбициях этого отеля. Но несмотря на все эти шутки, здесь действительно комфортно и хорошо. Рецепция огромная, здесь даже можно установить в принципе баскетбольную площадку, сразу с помощью лифтов можно отправиться на верхние этажи, по-моему их 11, там расположены номера игроков, то есть фактически можно спуститься в игровую зону, которая на втором этаже прямо в тапочках и в халате. А Минск вообще спортивный город, помимо киберспортивных мероприятий, здесь скоро пройдет чемпионат мира по хоккею, о чем говорит вот этот забавный зверек. Кстати, если будет время, приезжайте и на чемпионат мира по хоккею, это тоже круто. Пресловутый халат, а к нему в комплекте тапочки. Вы думали, я шучу? Нет, все действительно так. Просторный номер с достаточно интересным видом из окна, высокотехнологичный. В отеле, кстати, чудесный Wi-Fi с очень хорошей связью. Есть возможность выпить чай, кофе, есть возможность даже погладить себе игровую форму, если ты хочешь предстать перед болельщиками в виде, ну, стопроцентного красавчика. Попробую угадать ваши первые впечатления. Кинотеатр действительно очень похож. В обычное время в «Президент-отеле» здесь проходят пресс-конференции, семинары, большие встречи и можно употребить это супер-слово «съезды». Здесь удобно, потому что система, по которой расположены сиденья, разделяют зал, каждый сидит над каждым и никому не перекрывает обзор. Наверху, кстати, так как это действительно предназначенное для больших мероприятий место, есть определенное количество аппаратных, там есть у нас небольшая видеомонтажка, скажем так, control room, откуда управляются все камеры. Там есть два места для комментаторов, слева англоязычный стрим и справа русскоязычный стрим. Места эти расположены удачно, потому что за спинами у ребят, и это видно в трансляцию, если вы смотрите стрим, видна сцена и видны зрители, которые являются свидетелями событий. Теперь сцена, традиционно она приподнята, как и на любом киберспортивном мероприятии, любая игровая станция и все, что происходит на мониторе у игрока, вы можете увидеть на большой плазменной панели. Плюс ко всему есть центральный экран, где идет сводка всех событий, в зависимости от того, что выбрал режиссер трансляции, и также можно увидеть, что происходит на стриме. Поэтому каждому, кто пришел, а я думаю здесь помещается около тысячи человек, смотреть за ходом развития событий приятно, удобно, да и просто здорово. Нужная игрокам вещь – это штаб. Во-первых, само слово «штаб» звучит внушительно и угрожающе. Во-вторых, внутри есть способы спрятаться от всех остальных. Вот здесь у нас сейчас команда Na'Vi готовится к следующей игре. Задавать вопросы им не буду. Отвлекать их тоже не будем. Что у них здесь есть? Возможность выпить чай, кофе. Есть возможность помахать нам рукой каким-то образом. И экран и проектор, на котором можно смотреть демки, рассматривать карты. В общем, готовиться к игре. Ребята, удачи! Рабочее место комментатора киберспортивных трансляций. Единственное отличие от спорта с физическими усилиями – необязательно смотреть на происходящее, потому что игра, фактически, происходит у тебя со спиной. Ну, а сам процесс игры перед тобой на трех мониторах. Комментаторов трансляции обычно вы видите так, как видите сейчас меня. Можно сфотографироваться с профессиональным игроком, можно просто улыбнуться профессиональному игроку, можно чего-нибудь у него спросить. Или чего-нибудь пожать. Или чего-нибудь пожать. Но не перед гранд-финалом, потому что сейчас они немножко заняты. Ну, в принципе, да. Можно попытаться выиграть вот такую футболку, но лучше вам достанется такая, потому что для такой нужно очень много провести времени за компьютером и стать профессионалом. Ну, а сейчас вы видите, что такое ажиотаж и с чем его едят. Перед гранд-финалом здесь появилось очень много человек, и даже бабушки, которые стоят на гардеробе, кстати, очень улыбчивые тетушки, они теперь тоже знают, что такое World of Tanks, и, возможно, по вечерам будут немного нагибать. А вот и две большие разницы. Сейчас вы можете увидеть этот зал в рабочем процессе. В зале добавилось людей, на рабочих местах добавилось комментаторов. Вот именно так это и смотрится. Для нас по ту сторону мониторов все просто, все весело, все интересно. Но на самом деле это работа. Это большая группа людей, судьи, это только вершина айсберга, которую вы видите на игровой сцене. Если попытаться рассказать о техническом оснащении и как действительно тяжело сделать таким образом, чтобы все работало без задержек, чтобы был минимальный пинг, чтобы у игрока не было никаких технических проблем, на это не хватит всего времени интернета. Поверьте, люди очень много работают, чтобы вы могли получать удовольствие от такого зрелища. Дополнительные раунды. Вот так выглядят спортсмены во время игры. Казалось бы, это эмоциональные люди, но в то время, когда судья говорит старт, это максимум сосредоточенности, это все внимание на игре и желание выиграть. Невозможно за столь короткое время объяснить, как правильно делать киберспортивные мероприятия. Самое главное для вас – это принимать в них участие и, естественно, побеждать. Степан Михайлов, Андрей Артамохин, Леонид Давыдов для СтопГейм, Республика Беларусь, Минск.